Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шеркина предлагают вам послушать рассказ Валерия Воскобойникова «Когда Михаил Аламонусов был маленьким». Этот рассказ из первой книги цикла Валерия Михайловича Воскобойникова «Жизнь замечательных детей». Сын морехода Когда великий ученый Михаил Васильевич Ломоносов был маленьким, он жил на берегу широкой реки Северная Двина. Вообще-то он даже жил не на берегу, а посередине этой реки. Шел маленький Ломоносов направо, перед ним возникала река. Шел налево, опять же та же река. Шел вперед или назад, и там река. Просто его деревня стояла на большом острове. На том острове помещалось несколько деревень, а вокруг расположились еще восемь островков. Настоящий же берег Северной Двины был напротив, и на нем раскинулось большое старинное село Холмогоры. Деревенские жители с острова в государевых книгах писались крестьянами, но были они крестьянами необычными. Землю не пахали, хлеб не сеяли, а все свое пропитание добывали на море. За это их прозвали поморами. Отца Михаила Ломоносова Василия Дорофеевича считали человеком среди поморов знаменитым. В юные годы он был простым рыбаком и ходил в море в одной артели вместе с соседями на большой лодке. Потом он приобрел свою лодку и стал нанимать помощников. А еще через несколько лет сумел построить корабль, по-современному оснастил его парусами и вместе с командой плавал на нем к дальним берегам. Корабль назывался «Чайка», и другого такого быстрого корабля у поморов не было. Прошли годы, и отец стал владеть несколькими судами. Только маленького сына видел Василий Дорофеевич редко, с усны уходил в море на промысел, и зимой тоже заботы да дела. Простые вопросы. Сначала маленький Ломоносов думал, что вся земля состоит из их острова, и все человечество из тех, кто живет в его деревне Мишанинской, да в соседней Денисовке. И когда однажды к берегу пристал иноземный корабль, и в него спустились люди, странно одетые, говорящие на непонятном языке, мальчик сильно этому удивился. «Земля, она большая», — объяснил отец. «Еще, говорят, она круглая, и людей на ней столько, сколько на небе звезд». И тогда сын решил сосчитать звезды, сколько же их. Он вглядывался в небесную высоту, но всякий разбивался. Маленького Ломоносова интересовали многие загадочные явления. Откуда на небе появляются тучи? Почему луна меняет свой лик, превращается в месяц, а потом снова становится круглой? И чье это лицо на ней видится? Или, например, почему звезды в ясную ночь так странно мигают? Однажды Михаила принес с реки домой кусок льда и засунул его в горячую печь прямо в огонь. А рядом положил настоящий камень. Лед, подпрыгивая, зашипел, быстро превратился в лужу и моментально испарился. А с камнем ничего не произошло. Он только слегка покраснел. Так почему же лед твердый, как камень, тает, а камень нет? Множество тайно кружало его. Куда ни глянь, все таинственно, загадочно и интересно. «Все от Бога», — объяснял отец. «Как Бог задумал, так и случается. А почему человеку это узнать недоступно. Главное, свое дело хорошо делать, а лишние вопросы только мешают. Есть такие люди, ученые. Они на твои вопросы знают ответы, потому что грамотные. Много книг прочитали. Соглашался с отцом сосед Иван Шубин. А мы по простоте своей об этом и не думаем». Тогда стал семилетний Михайлов уговаривать взрослых, чтобы его грамоте научили. «А не рано тебе беспокоился, отец? Давай научу буквы складывать», — согласился Иван Шубин. И научил. Только книга у него была одна единственная, а в ней всего несколько молитв. Зато у другого соседа, Семёда Сабельникова, в избе лежали целые три книги. Он служил диаконом в Тихо-деревенской церкви и стал маленький Ломоносов ходить к нему. Скоро маленький Ломоносов одолел все церковные книги, но и в них не нашел ответов на свои вопросы. А вопросов стало еще больше. Почему на морозе снег под ногами скрипит, а вот теперь нет? Что за сияние загорается в зимние ночи на небе? Почему ветер дует то в одну сторону, то в другую? Откуда берутся на ними гром с молнией? Почему у солнца свет теплый, а у луны холодный? И что внутри земли, в самом центре ее находится? Такое дело Михайло сказал однажды диакон Семен. Василия Дудина, знаешь, приказчиком служит на верфи, строит корабли. Пойди к нему. У него, говорят, есть особые книги, привезенные из Москвы, как раз для твоего интереса. А книги у Василия Дудина были и в самом деле знамечательные. Одна называлась «Грамматика», ее напечатал ученый-человек Милитий Смотрицкий в Москве в 1648 году, а другая – «Арифметика». Ее издал в 1703 году Леонтий Магницкий, преподаватель школы математических и навигацких наук. Глянул на арифметику Магницкого маленький Михайло, и глаза его загорелись. Хитрый какой, успехнулся Василий Дудин, когда Михайло стал просить обе книги. «Таких книг ни у кого нет. Я тебе дам за так, а ты мне в ответ кулак. А я тебе прислуживать буду. Все отработаю», – просил маленький Ломоносов. Василий дразнил ему несколько дней, а потом все-таки отдал и арифметику, и грамматику. И нашел, наконец, в них маленький Михайло настоящее знание. Арифметика Леонтия Филипповича Магницкого не походила на нынешние школьные арифметики. Это была настоящая энциклопедия. Спрашивал Ломоносов про морские приливы. «Пожалуйста». Тут рассказывалось, откуда они берутся, луна тому причиной. И про саму луну говорилось, и про звезды, и про ветры, и про круглую землю. Ломоносов был готов читать книгу с утра до вечера и выучить наизусть. Даже числа в ней обозначались совсем не так, как прежде, не буквами, а арабскими цифрами. Магницкий писал, что так принято в Европе, и это облегчает подсчеты. С помощью новых цифр Михаил решал задачи, которые давал автор одну за другой, и счастливо улыбался. Но тут случилась беда. Умерла мама, а Михаиле еще и десятиты лет не исполнилось. Морское плавание с отцом. Отец привел в дом новую жену. Мачеха была доброй, заботливой, пасынка не обижала. Только и она прожила недолго, сильно простудилась. И тогда отец снова женился, не оставлять же хозяйство с ребенком без женского глаза. Но глаз этот оказался въедливым, злым. Опять свою книгу читаешь. А ну, быстро дрова поруби, кричала мачеха. Дрова уж порублены, отвечал Михаила. Тогда воды наноси. И вода наношена. Тогда печь затопи. Так уж затоплена. Тогда... Тогда не знаю что. А книгу брось. Из глаз моих уйди. И приходилось маленькому Ломоносову от мачехи прятаться. Чтобы арифметику читать. То в курятнике под навесом, где вялилась рыба. Но стоило ему вернуться в дом, как снова слышал он ругань мачехи. И что же? Этому бездельнику все наследство перейдет. Она и отцу не переставала жаловаться. Если он возвращался домой. Пойдешь со мной в плавание, сказал отец сыну в очередной раз, выслушав ее жалобы. Пора тебя к делу пристраивать. Вместе с отцом и его командой из соседей по деревне, что нанялись к нему на корабль, Михаил Ломоносов грузил с берега соль. Потом ветер подул в паруса. И корабль, разрезая волну, отправился к северной земле Грумант. На рыбные промыслы, где эта соль была очень нужна. Мимо них проплывали изъеденные солнцем льдины. А потом встретился огромная ледяная гора, айсберг. К ней приближаться опасно, учил отец. Перевернется и раздавит корабль. Чаще отец сам управлял кораблем. И тогда Михаил стоял рядом. Он уже знал все корабельные команды и старался помогать взрослым. От Груммонта они пошли к проливу Маточкин шар. Пролив был забит льдинами. И отец вел судно, осторожно обходя их. Они забрали шкуры морского зверя, его сало и сгрузили в Архангельске. Потом, отмыв судно и выждав, пока хорошенько выветрится рыбный запах, загрузили его казенным зерном и перевезли в Мурман. Оттуда вышли в море, поставили неводы и заполнили корабль рыбой. Весь улов отец успел сторговать своему человеку на берегу. А что осталось, продал по мелочи разному люду. Тут и зима подошла. Наконец-то можно было взяться за Магнитского. А новым летом Михаил опять отправился с отцом в плавание. «Отпусти меня в Москву!» Хочешь книжную премудрость познать, должен языки выучить. Латынь да греческий, сказал как-то Михаил Диакон с именем сабельников. На тех языках ученые знания записаны. А языки эти изучают в семинарии. А где такая семинария есть? Есть да она есть, да не про твою честь, ибо обучают там только детей духовных особ. А как же мне-то эти знания получить, затысковал Михаила. Разве что в Москве. Там всякие школы, говорят, есть. Батюшка, батюшка, отпусти меня в Москву. Я учиться хочу, стал просить отца Михаила. Что еще за глупости ты выдумал, рассердрился отец. Я тебе все дело мечтаю передать, а ты в Москву. Да и чему тебя там такому научат, чего я здесь не умею? Наукам всяким. Отпусти, сделай милость, продолжал упрашивать Михаила. Науки, то барская прихоть. Одно баловство. А наше дело судно водить, рыбу ловить, морского зверя бить. Я уж тебе и невесту присмотрел. Молод я еще, батюшка, для женитьбы. Не хотел юный Ломонусов жениться, а хотел учиться. Не отпустит батюшка в Москву. Сам дойду, решил он. Только не позволялось по Руси передвигаться без специальной бумаги. Паспорта. Попадешься без паспорта, тебя сразу солдаты или на каторжные работы. Паспорта выписывали писари в канцелярии. А поскольку фотоаппараты еще не изобрели, то чтобы не перепутать одного человека с другим, в паспорте перечислялись его предметы. Родинки, роз, цвет волос и глаз. Какие-нибудь особые черты. Жителям деревни Мишанинская паспорта выдавал писарь Холмогорской воеводской канцелярии. И был он Михаиле хорошо знаком. Сколько раз приходил к нему юноша, чтобы расписаться под разными бумагами за своих неграмотных соседей. Этот-то писарь и выписал в тайне от отца для юного Ломоносова паспорт. Теперь можно было отправляться в Москву. Но поездов, машин и самолетов тогда не было. А пешком идти с дороги собьешься. Одному точно не добраться. Но и здесь Михаила все рассчитал. Холмогоры – село большое, богатое. И каждую зиму в декабре снаряжали холмогорцы в Москву обоз с мороженой рыбой. К этому обозу он и решил прибиться. Один друг дал ему три рубля взаймы, другой – полукофтан, чтобы было в чем перед людьми показаться. И, выждав удобный случай, морозной ночью покинул Михаила родной дом. Прихватив припрятанный узелок, заторопился он через западную двину по льду догонять обоз. А через три недели Михаил Ломоносов входил в Москву и шел ему тогда двадцатый год. Академик Ломоносов Михаила думал, что стоит добраться ему до Москвы, как трудности и закончатся. Но на самом деле трудности только начались. «Где тут у вас латыни и греческому обучают?» – спрашивал он москвичей. А те тоже спрашивали в ответ. «А ты родом из кого? Из дворян? Или из купцов? Или хотя бы из духовных лиц?» Потому как в Москве в те времена ни в школы, ни в училища крестьянских детей не принимали. «А я дворянином запишусь», – сообразил наконец Ломоносов и записался, подправив немного свой паспорт. Через несколько лет, когда этот обман раскрылся, его чуть не отправили в солдаты. Но к тому времени он уже стал Ломоносов лучшим учеником в славяно-греко-латинской академии. Именно там обучали греческому и латыни. Туда Ломоносов и поступил. Его приняли в первый класс, а вокруг сидели дети лет по 10-11. И зачем эта дебина великоозрастная учиться решила? Издевались за его спиной соученики. Но за первый год он прошел сразу три класса. А всего классов было семь. В шести нижних классах ученикам давали на жизнь по три копейки в день. И только в седьмом – на копейку больше. Михайло жил в проголодь. Но зато сумел выучить древние языки, прочитать труды старинных греческих и римских писателей и философов. Однако на вопросы, которые его мучили, ответа он не нашел. Не учились здесь таким наукам. Обычно после седьмого класса путь у выпускников был или в священники, или в учителя церковно-приходской школы. Этот путь ждал и Михаил Ломоносова. Но тут случилось невероятное. 15 октября 1735 года из Петербурга прислали указ лучших учеников переслать в столицу, в Академию наук. Лучших было выбрано 12, и они поехали. Так Михаил Ломоносов оказался в Петербурге. В то время в Российской Академии наук служили одни иностранцы. Многих европейских ученых приглашал еще сам царь Петр I. И, слушая лекции профессоров Академии Ломоносов, стал изучать те науки, о которых давно мечтал. Его учили математике, физике, географии, истории, философии, даже танцам и немецкому языку. Скоро он понял, что немецкий учат они не случайно. Из 12 студентов профессора должны были выбрать трех лучших и через год отправить их для обучения в Германию. И первым среди лучших снова был Ломоносов. Пять лет Михаил Ломоносов получал за границей самые передовые познания о том, как устроена природа. Его уже называли высокообразованным человеком. Но на свои простые детские вопросы он так и не получил ответа. И тогда, вернувшись в Россию, он стал отвечать на эти вопросы сам. В Петербурге Ломоносов стал академиком и великим ученым. Самым первым из русских людей, стараясь ответить на свои детские вопросы, он сделал много важных научных открытий. Мы и сегодня пользуемся этими его открытиями в физике, химии, астрономии, метеорологии и геологии. По грамматике Ломоносова учились все русские люди. По его риторике учились правильно и красиво говорить. По его правилам стихосложения поэты учились писать стихи. Он делал все, чтобы в России стало больше образованных людей. И по его проектам в Петербурге открыли Академию художеств, а в Москве – университет. Поэтому мы никогда не забудем имя гениального ученого, первого русского человека, которого иностранные академии наук с уважением приняли в почетные академики. Но на некоторые свои вопросы он так и не успел ответить. На них не сумели ответить и другие ученые. Даже сегодня наука знает о мире, в котором мы живем не так уж много. И любой первоклассник может задать ученому-академику такой вопрос, на который тот и не ответит. Но если первоклассник захочет сам найти ответ, он сможет однажды стать академиком. Как знать? Возможно, вас тоже мучают вопросы об устройстве нашего мира. И однажды вы тоже сделаете свое открытие. Тогда ваше имя станет произносить с благодарностью все человечество, так же, как и великое имя Михаила Васильевича Ломоносова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok